Санкт-Петербург В истории России главный военно-морской парад. Товарищ Верховный Главнокомандующий, военно-морской флот для проведения главного военно-морского парада готов! Главнокомандующий военно-морским флотом, адмирал Ельменов. Главнокомандующий военно-морской парад. Одной строй кораблей на Неве третий год подряд возглавляет 54-пушечный парусный линейный корабль «Болтава», воссозданный по сохранившимся чертежам и моделям XVIII века. «Болтава» была первым линейным кораблем, построенным в 1712 году на стафеле Петербургского адмиралтейства. Корабль прослужил в составе Балтийского флота более 20 лет. Сегодня линейный корабль «Болтава» по праву занял место во главе парадного строя как символ преемственности поколений. Мужество и героизм российских моряков – символ сохранения морских традиций страны. «Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем военно-морского флота!» «Болтава» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перед строем парадных расчетов Знаменные группы проносят государственный флаг Российской Федерации И военно-морской флаг Российской Федерации По традиции, по знаменованию заслуг российских моряков при защите национальных интересов Отечества На башне Адмиралтейства поднимается символ главного военно-морского парада Кормовой Георгиевский флаг прославленного линейного корабля Азов 8 октября 1827 года Президент Российской Федерации Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Товарищи матросы и старшины Мичмины, офицеры, генералы и адмиралы Дорогие ветераны, уважаемые граждане России Поздравляю вас с днем военно-морского флага Напомню о заветах Петра Первого Которые он подробно отразил в уставе морском Ни перед кем не спускать флаг Флаг корабля Не отступать и не сдавать корабль врагу С праздником вас! Да здравствует российский военно-морской флот! Ура! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надводные корабли военно-морского флота уже вошли в Неву. Через несколько минут они пройдут парадным строем перед Адмиралтейской набережной. Отличие российского главного военно-морского парада от парадов кораблей, проводимых за рубежом, заключается в том, что наши корабли не стоят на месте, выстроившись книги, а проходят в парадном строю перед зрительскими трибунами. Это требует высокого профессионализма командиров и скоординированности экипажей при выполнении маневров всего парадного строя. В парадном строю десантные катера на воздушной каверне типа «Серфа». Историческую часть парада открывает десантный катер Алексей Баринов с ботиком Петра I, дедушкой русского флота. С прогулок под парусом на этом небольшом судне началось увлечение будущего императора корабельным делом и плотскими науками. Впереди будут морские победы России, кругосветные плавания, грандиозные географические открытия, достижения в области кораблестроения и военной науки, создание принципиально нового океанского флота. А начиналось все с этого ботика. На борту десантного катера Иван Восьмой Здравствуйте, товарищи Балтийцы! Здравствуйте, товарищи, товарищи, с днем! Поздравляю вас с днем военно-морского флота России! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи Балтийцы! Здравствуйте, товарищи Балтийцы! Поздравляю вас с днем военно-морского флота России! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи Балтийцы! Здравствуйте, товарищи Балтийцы! Поздравляю вас с днем военно-морского флота России! Высадка десанта на побережье является сложной задачей и требует от морских пехотинцев высокой выучки, крабрости и быстроты действий. Побережье противника на десантно-опасном направлении всегда сильно укреплено в инженерном отношении, имеет много долговременных огневых укреплений. Грозных кораблей-патриоты с орлиной подвагой в груди два архейца российского флота всегда, везде, впереди. Морская гвардия идет уверенно. В любой опасности она глядит в глаза. В морях испытана, в боях проверена. Морская гвардия для недругов грозна. Сегодня военно-морской флот успешно решает задачи в интересах обеспечения безопасности и обороноспособности государства. Как и прежде, мужество и самоотверженность военных моряков помогают им преодолевать трудности и с честью выполнять свой воинский долг. Вы слышите звуки артиллерийской канонады. Огневое противодействие высадки морского десанта на побережье осуществляют артиллерийские батареи вероятного противника. Батареи условного противника участвуют в отражении высадки морского десанта на побережье, стараясь своим активным нанести максимальный урон технике и личному составу. Огневому поражению десанта подключаются установки залпового огня. Со стороны залива можно наблюдать, как десятки огненных стрел устремляются в сторону предполагаемой высадки десанта. Первыми побережье условного противника устремляется подразделение моряков-разведчиков на быстроходных лодках под командованием капитана 3-го ранга Кирилла Филипенко и штурмовых групп бригады морской пехоты. Их задача первыми высадиться в стыки опорных пунктов противника и обеспечить высадку передового отряда десанта. С моря на берег и в бой Таков принцип морской пехоты. Они вооружены самым современным оружием и боевой техникой, оснащены новейшими приборами для наблюдения и связи. Морская пехота способна преодолевать на десантных кораблях обширные водные пространства, быстро высаживаться на обороняемый берег противника и успешно выполнять поставленные задачи по его уничтожению и захвату плацгарма. На сценической площадке морские пехотинцы Балтики. Вашему вниманию представляется показательное выступление по рукопашному бою. Свои навыки демонстрируют моряки разведывательной роты гвардейские бригады морской пехоты под командованием гвардии прапорщика Дмитрия Платонова. Владение приемами рукопашного боя один из основных боевых навыков морского пехотинца-десантника. Личный состав выполняет комплекс приемов весоружия с ножом и автоматом. Морские пехотинцы Балтики на сторожевых кораблях неустрашимый Ярослав Мудрый впервые в истории современного российского флота трижды выполняли задачи боевой службы в сложнейших климатических условиях по борьбе с сомалийскими пиратами в районе Африканского Рога. Везде, где труднее работа где круче расправа с врагом выходит морская пехота за родину бой на пролом десант под огонь пулемета на мины на пушечный гром повсюду морская пехота за родину бой на пролом Самая современная техника останется лишь туском металла без людей, способных ее эксплуатировать грамотных, подготовленных, дисциплинированных и преданных своему делу людей офицеров, мичманов, матросов, гражданских специалистов В первой волне десанта вы можете наблюдать новейшие десантные катера мичман Лермонта под командованием старшего мичмана Виталия Грошева и Римский Корсаков под командованием старшего мичмана Андрея Бусарева Командуют группой десантных катеров капитан-лейтенант Саид Игибегов На борту десантного катера находятся новейшие бронетранспортеры БТР-82А Быстроходные десантные катера типа Тюгань построены на судостроительном заводе в городе Ярославль и являются лучшими в своем классе Они способны принять на борт Чехии БТР-82А или два танка и 140 человек десанта На борту одного из катеров находится зенитная самоходная установка Шилка которая осуществляет противовоздушную оборону десанта и отражает налет авиации противника которая пытается уничтожить десант Приходи в зону поражения зенитная самоходная установка открывает огонь по самолетам противника Так она может вести огонь по бронетехнике и живой силе противника осуществляющей противодесантскую оборону побережья Назвать не могу поименно Но когда из волны Как из сказки Готовы к броску Пехотинцы морские Выходят по батальону По привычке рука Прирастает сама козырьку И покажется вдруг Отряхнув многодетные сны Наконец-то вернулись Ребята с войны Уважаемые друзья Сейчас вы будете наблюдать высадку морского десанта с десантных катеров Прислушившись к морю с рассветной порой Когда закипает прибой штормовой Под полоком серых густых облаков Как чайки летят Голоса моряков Мы были Мы шли Мы приняли бой Мы берег градивый Прикрыли собой За все, что любили Мы в море легли Во славу державы Российской земли Внимание! Десантный катер Приступает к выполнению Своей боевой задачи Высадки морской пехоты В обеспечении высадки Морского десанта На плав Участвуют Водолазный катер Отряда спасательных судов И плавающий транспортер Бригады морской пехоты Водолазы катера И экипаж Плавающего транспортера Готовы в любую минуту Оказать помощь Аварийному объекту И спасти людей И слез на всем Торпетовская хватка И жальная атака моряков А если в рукобашной Так уж схватка Да в требеске распыта Клако Конечно, есть ракеты И торпеды И ядерный у нас боезапас И все-таки Не раз Судьбу победы Решал Крутой Моряковский Заквас И пошел В десант Вы видите Как из десантного катера Прямо на воду Сходят новейшие Бронетранспортеры ТТР-82А С морскими пехотинцами На борту Оперативность Быстрота Вот черты Которые в первую очередь Присущи подразделениям Морской пехоты Остребительностью И неудержимостью В атаках Огневой мощью Помноженной на внезапность Боют с врагами Морские пехотинцы Добыли себе Немеркнущую славу В годы Великой Отечественной войны В составе десанта Подчиненные Гвардии майора Алексея Трофимова Высадив десант На плав Катер осуществляет Огневое прикрытие Морских пехотинцев Ведя огонь Из крупнокалиберных Примеров Уничтожая Легко бронированную Технику И живую Силу противника Прославленное соединение Начало свой путь В годы Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР 1944 года За образцовое Выполнение Боевых заданий Командования На фронте В борьбе С немецкими захватчиками И проявленное При этом Доблесть и мужество Соединение Награждено Орденом Суворова Третьей степени А в 1945 году Награждено Орденом Александра Невского А весь личный состав Соединения Медалью За взятие Командирсберга Там где трудно Там где ответственно Там где опасно Там морская пехота С праздником вас Морские пехотинцы Балтики Уже много лет Уже много лет подряд Корабли Балтийского флота Принимают участие В мероприятиях По защите судоходства В пиратских районах Мирового океана Присутствие На регулярной основе В проблемных регионах Мирового океана Как одиночных Так и отрядов Кораблей ВМФ России Обеспечивает безопасность Судоходства В акватории Аденского залива Но бывает и так Что пиратам Удается вероломно Захватить Беззащитное Гражданское судно Его экипаж И груз С целью Дальнейшего Требования Выкупа В случае захвата Самарийскими пиратами Случаются регулярно На протяжении Последних 15 лет С этой целью Корабли Российского Военно-морского флота А также Других государств На постоянной основе Ведут патрулирование Вод Индийского океана В районе Африканского рога Первым кораблем Военно-морского флота России Выполнявшим задачи По борьбе С сомалийскими пиратами Был корабль Дважды Краснознаменного Балтийского флота Неустрашимый Под командованием Капитана 2-го ранга Алексея Афановича Который более 8 месяцев Нес нелегкую службу В Аравийском море Сопровождая Караваны Торговых судов И противостоял Пиратам Вашему вниманию Представляется эпизод Освобождения моряками Отряда Специального назначения Балтийской военно-морской базы Захваченного пиратами Гражданского судна Которое обозначает Гидрографическое судно Петр Попов Обычно пираты Под покровом ночи На быстроходных лодках Подходят Гражданскому судну И при помощи Гошек И веревочных лестниц Высаживаются на него Сохватывают радиорубку И ходовой мостик А также Изолируют экипаж В 2019-2020 годах Антипиратскую вахту В районе Аденского залива Нес отряд боевых кораблей Балтийского плота В составе Сторожевого корабля Ярослав Мудрый Танкера Ельня И морского буксира Виктор Конецкий Основными задачами похода Было обеспечение Безопасности Гражданского судоходства В районе Аденского залива И Африканского рога При захвате Российского торгового судна Экипаж успевает Подает сигнал СОС Сигнал в летстве Перехватывает боевой корабль Российского военно-морского плота Выполняющий задачи По охране судоходства В опасном районе С корабля В сторону захваченного судна Направились Быстроходные лодки С группой специального назначения Они на максимальном ходу Приближаются к району Нахождения судна Своё мастерство Демонстрируют Антитеррористические подразделения Балтийского флота Из состава отряда Специального назначения Балтийской военно-морской базы Одна из штурмовых групп Моряков-спецназовцев Молниеносно высаживается На борт захваченного судна А другие группы На быстроходных лодках Прикрывают их огнём Уничтожая огневые точки пиратов Находящихся на верхней палубе Главная задача спецназа Подавить сопротивление пиратов И провести мероприятие По освобождению экипажа Захваченного судна В ходе проведения операции Основной задачей спецназовцев Является сохранение жизни Экипажу захваченного судна Все пираты Оказавшие вооружённое сопротивление Уничтожаются А захваченные в плен В дальнейшем передаются В руки международного правосудия Решение этих задач Не является основным Для этого подразделения Но моряки-балтийцы Всегда готовы решить Даже такие специфические задачи Задача выполнена Экипаж судна освобождён А пираты обезврежены С праздником Моряки-спецназовцы Море стальное Море шальное Вечно о чём-то Тревожно шумит На море нет Тобелисков отважным Подвиг матроски В памяти нашей В память погибших Море шумит Вальс буксиров Его выполнение Требует высокого мастерства И слаженных действий Капитанов-буксиров Моряки-спецназовцы Моряки-спецназовцы Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok